Привет! Сегодня я покажу вам, как можно подключить ноутбук к большому монитору от своего компьютера. Я сам неоднократно это делал и должен вам сказать, что это очень удобная и интересная возможность. Сейчас вы видите мой ноутбук, подключенный к монитору от компьютера. Всеми запущенными программами и папками я управляю с ноутбука, а отображается все это дело на мониторе. Вы тоже можете подключить монитор к ноутбуку за пару минут, и сейчас я покажу, как это делается. Первым делом осмотрите разъемы на своем ноутбуке. На одной из сторон должен быть разъем для подключения внешнего монитора. Обычно это VGA, DVI или HDMI порт. Вот так они выглядят. На моем ноутбуке есть VGA разъем. Вот он, с левой стороны. После того, как разъем на ноутбуке найден, мы приступаем к осмотру монитора. Здесь все так же просто. Нам нужно найти точно такой же разъем. Он размещен сзади. Теперь берем кабель, соответствующий найденным разъемам. В моем случае это VGA кабель. И подключаем один конец в монитор, а второй в ноутбук. При этом ноутбук и монитор уже могут быть включенными. Отлично! Сразу после того, как вы подключите монитор к ноутбуку, то увидите на экране картинку с ноутбука. Она полностью будет дублироваться. Но не всегда нужно, чтобы на ноутбуке и мониторе отображалось одно и то же. Да и разрешение экрана обычно по умолчанию выбирается неверно. Давайте все это научимся настраивать. Нажимаем по рабочему столу правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Разрешение экрана». В открывшемся окне можно сразу нажать кнопку «Найти», если монитор сразу не определился. Теперь обратите внимание на раздел «Несколько экранов». Здесь мы можем выбрать следующие режимы работы экранов. Первое. Дублировать эти экраны. В этом режиме рабочий стол будет отображаться как на ноутбуке, так и на мониторе. Все, что мы будем делать на одном экране, полностью будет дублироваться на втором. Удобно использовать эту функцию на презентациях при выводе данных на большой экран. Второе. Расширить эти экраны. В этом режиме из экранов монитора и ноутбука у нас получится один большой экран. Мы можем перемещать программы и файлы с одного экрана ноутбука на другой монитора. Очень удобно при одновременной работе с несколькими программами. Третье. Отобразить рабочий стол только на первом или на втором экране. При выборе этого режима один из экранов будет выводить данные, а второй просто отключится. Если вы решили подключить ноутбук к монитору, то скорее всего это ваш случай. В данном режиме вам нужно, чтобы картинка отображалась на большом мониторе, а все команды выполнялись на ноутбуке. От себя лишь дополню, что первый вариант редко используется, а второй наиболее удобен при подключении к компьютеру двух мониторов. Ну а третий, когда нужно отобразить рабочий стол только на одном из экранов. Это как раз наш случай, где подключается монитор к ноутбуку. Обратите внимание, что при выборе режима расширить экран у нас появляется возможность для каждого экрана по отдельности выбрать нужное разрешение. Для этого первым делом кликаем по миниатюре экрана, а потом выбираем нужное для него разрешение. Еще напоследок хочу дать вам маленькую подсказку. Если вы хотите быстро переключаться между экранами или задействовать оба одновременно, то используйте горячие клавиши Win plus P. Нажатие этого сочетания запускает маленькую программку, где вы можете выбрать режим работы нескольких экранов, о которых было рассказано чуть выше. В Windows 8 и 10 эта программа выглядит немного по-другому. После нажатия сочетания Win plus P она выезжает с правой стороны экрана, но по функциям здесь все аналогично. На этом мой урок подошел к концу. Желаю вам удачно подключить монитор к ноутбуку. До встречи в следующих видео уроках.